дерево красиво красиво короче приехали сегодня по делам центр гринвилла такой райончик красивый нас сюда привозили ну вот вам решили показать ушки зайчиком раздает так как обычно парк туалет здесь чем прелесть этого города этого района здесь вот потом свои песка насыпали прошу с неба а зайти эти яйца сегодня ищут до охота на яйца смотри там сделали пляжный песок насыпали сделали волейбол здесь вот небольшие маркеты а там еще попозже с вами зайдем кофейня очень классная нам посоветовала татьяна как посоветовал она угостила нас кофем из этого магазинчика мы сейчас хотим поездить это его здесь такой тихий спокойный райончик прям самом центре гринвилла такие домики есть там house и есть отдельные частные здесь парк там дальше пруд все уже рассылок красиво здесь детские площадки туалеты мне кажется это рисует это да кстати вот лавочки туалет и еще и грили стоят можно еще и пожарить шашлык пожалуйста два гриля можно прийти попраздновать ну в общем это праздник они проводят и вот такой отличный парк и люди здесь живут здесь же гуляют то есть такая зона желая получается который не надо ехать куда-то там отдыхать здесь живешь здесь отдыхаешь может быть чуть попозже проедем посмотрим здесь домики такие очень красивые я смотри мне кажется я нашла нам место для пикничка будет красиво очень устроить фотографии сделать фотографию так вот взять пледик постелить красные кардиналы сидят самки вон одна и 2 он не знаю видно вам или нет но там сидят как мне рассказали мы нас сюда привозили уже друзья наши давно что здесь раньше был такой довольно таки старый район и его весь перестроили вот это построили новые дома наверняка здесь недвижимость конечно дорогая но здесь очень так все привлекательно выглядит на самом деле но я думаю мы проедем с вами смотри как вы сделали этот водопад ручеек фонтан а там дальше еще пруд но мы сейчас с вами туда пройдемся в общем это сделали из старого района такой довольно таки новый красивый домики вот эти все новые но они сделаны под старину нам надо нам надо может туда выйти по макдолий насадили ну пойдем туда пройдем для фонтанчика а потом поднимемся и вон некоторые дома еще достраиваются это вот вот там вот еще делают это говорит о том что это ну действительно район еще не до конца доделаны но он очень красивый не знаю правда по ценам наверное скорее всего хотя не знаю надо смотреть дорогие но нам он понравился он находится прям в центре самого гринвилла просто как вот на будущее может быть какие-то перспективы появятся вот опять это сам как раз на кардинала вы видите под деревом сидит много они на землю побежал а у него гнездышка на дереве ну да побежал и вот тут такого типа застройка то есть домики реально новенькие красивые дорожки не как везде бетонные серые да такие белые сделаны то есть все как бы дорого-богато выглядит так вот он сам парк и мы здесь буквально рядом это это дома эти новые никто не знают это наверное не смогли выкупить решили просто отремонтировать а этот дом новый смотри он еще похоже не ловишь а живой просто наверху окна как будто бы там все это не знаю может мне кажется красиво выглядит на нет это не офис это частный жилой дом хотя все открыто так ну красиво это такая застройка необычная скажем так для америки немножечко она не типичная немножко отличается вот там уже более типичные дома американские а вот эти такие кирпичные знаете вот так вот скажем так гуляет одного района к другому ты конкретно уже можешь определиться и понимать какой жизни ты хочешь ты просто более уединенной жизни или ты хочешь уже жить в городе самое главное что это центр города здесь то есть отсюда скажем так легкой доступности какие-то торговые центры буквально пять минут до торгового центра здесь даже меньше ну если ты не час пикинишь короче вот смотри газовые эти фонари горит газа фонарь то есть огонек и днем говорит это мы кстати замечали только в таких очень богатых районах происходит но мне так показалось что везде где дорогие богатые дома там есть газовые фонари смотря здесь качельку такой повесили у входа как фильмов показали прям как в америке да а мы где мы в америке а вот дальше уже немножко другой тип застройки но тоже дом большой смотри гараж у него сзади заезд как бы ну там сзади въезд и там гараж опять же смотри у тебя фасадная улица возле парка но там фонтан сейчас подойдем чуть попозже красивее дома а там внутри уже дома немножко побежать не видно сразу такие ну более стандартные американские а здесь уже такие необычные с колоннами какими заведешь такие ландшафтный дизайн сделан вокруг тут камушки какие-то ступеньки и плиточки но это больше как бы похоже такое даже не на частный дома как бы такой квартирный комплекс да только отдельная квартира у тебя мне кажется хотя у них двор там за виду эти дворы и они мне кажется что они больше знаете в бетоне но тут сам дом очень большая квадратура дома возможно он как-нибудь там видишь вот какой длинный метров двадцать туда возможно там часть двора как бы ну эта часть дома знаешь как будет такое крытое патио какой-нибудь там но опять же добавлю мне лично нравится я считаю что это хорошее сочетание место жительства и такой доступности ко всему потому что ты находишься в городе ты даже вот сел на велосипед мы сейчас просто это сереже обсуждали да и поехал туда куда тебе хочется ну да у них огромный там двор кстати сзади там еще нормальный фонтан я смотрю там водопаде какой-то но мы к людям не будем во двор заходить ну так заглянуть можем да я не знаю мне даже интересно посмотреть было бы сколько здесь стоит недвижимость если получится я может где-нибудь напишу среднюю цену такую какую-нибудь в общем картинка мне нравится да да это реально это центр города и получается центре города такая мини городок до мини райончик и тихая уделяло не заедили он не закрытый он открытый сюда может приехать любой проблем нету здесь есть какие-то бизнесы есть ресторанчики из кафешки все есть вообще вы знаете у нас в городе я заметила что очень много создано да вот для людей для прогулок ну да для того чтобы мы вот наслаждались я не знаю вот этой природой вот этой красотой потому что конечно как вы все знаете все люди работают да и когда ты приходишь и все время сидишь дома это как бы гнетет всегда человека всегда очень тяжело до выходить иногда элементарно даже если у тебя не хватает времени куда-то там выбраться ты просто можешь выглянуть за окно или выходя на работу и возвращаясь с работы увидеть такой вид увидеть такие вот места даже он человек про бегать во время пробежки то есть и тебе это вызывает какое-то удовольствие чувство удовлетворения то есть это лучше когда за окном какой-то серый грязный вид там разбитые тротуары даже сам вот этот чистый ровный тротуар и газончик вот он уже здесь не такой белый как был там но все равно он вызывает какое-то ощущение какой-то при приятности да такой какой-то не знаю удовлетворенности своей жизни то есть все-таки все люди работают и в америке и в россии и в любой стране всегда работать моральное требуется либо природа либо какая-то легкая прогулка какое-то умиротворение и желательно вот эти вообще все прогулки делать конечно же вечерами не сидеть в телефоне перед сном и лучше где-то час посвятить самому себе любимому и либо прогуляться либо посидеть с книгой здесь смотрю вот эти домики уже обычные такие американская стандартная застройка но она очень красиво выглядит вот мы уже вышли другую это все цвета которые допустим мне очень популярные такие цвета такие матовые грязно-пыльные я их называю грязно-пыльные там уточка я там увидел спуститься хочу показать мы прошли мимо а вон смотрите сидит черепашка ниндзя греется на солнышке где-нибудь наверное змеюки вылезли погреться тоже на солнышко но пока видим только черепашек а вот-вот-вот я не спугнул я стоял в ней она не боялась меня ты пришла и черепаха убежал так а вот здесь пруд с фонтаном и деревья смотрите как у нас светут как они летят просто красота наверно ветер правда наверно ничего не слышите красота вот прямо напротив этих домиков да у людей такой прекрасный вид тут я думаю тоже можно встретить и черепах и кого хочешь а вот с другой стороны этого парка вот такая фасадная тоже улица тоже все белоснежное все это и вот смотришь мы когда первый рассмотрели думали что это такие выглядят как будто бы старые кирпичные дома знаете такие поставить старинные дома какая-то застройка старая там лет может 50 70 и она просто восстановлен отремонтирована на самом деле нет это вот вот еще не достроен дома я вам там где-то говорю вот они строят новый просто новые кирпичные дома и сразу делают такие как бы под старину ну а там сзади опять уже дома такие немножечко более американского стиля ну такого современного а здесь такие под старину тоже красиво все формально пойдем тоже кстати газовые фонари у них смотрите прям такие фасад но это уж тонхаус это уже с той стороны были отдельные дома здесь тонхаус и но на самом деле такие белоснежные не знаю камера передает или нет но нереально прям белоснежные просто вообще как это все выглядит знаете прям по-английски да 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 я говорю либо такая старая американская застройка либо английская в нью-йорке я знаю что я не помню что это за район там тоже в группе или что ли где русские районы есть там невелико вот точно так же выглядит вход в такие дома вот этот вот калиточка но настолько все белоснежные глаза слепит как будто бы зимой где-то в санкт-петербурге но красиво красиво очень выглядит сзади опять же уже идет каркасные это вот эти первые только передние стены кирпичные ну блин мне нравится я бы хотел жить такой квартире да и мне я считаю что это квартира тонхаус это как бы ну квартира дом такой вроде как ты отдельно живешь но все равно за стеночкой у тебя люди но у тебя свой выход гараж у них похоже сзади скорее всего сзади въезд в гараж потому что вряд ли здесь дома без гаража будут нет они играют в разные игры просто люди вышли он кто кидает эту тарелку кто он там велосипед достает люди пришли отдыхать кто футбол играет все подряд люди вышли в парке отдыхают гулять сегодня выходной воскресенье люди кайфуют короче я думаю здесь больше людей даже не местных отдыхает то что каждый раз когда приезжаешь здесь парковка забита это вот тоже парковка это не просто стиль стихийная это реальная парковка вон там разметка и там парковка чуть поменьше так а вот это самая кафешечка которая вот тут честно 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 кафешка короче а часть над которая это из которой нас угостила как-то татьяна кофе и настолько был здесь вкусный кофе она нам даже рассказала где мы уже проходили дергали все были закрыты короче мы хотим здесь попробовать кофе нам понравился в тот раз и мы сейчас возьмем еще бешеная очередь очень популярная видимо кафешка но не просто так все таки тут вкусно нам понравился ну ладно мы сейчас станем очередь и будем ждать силу кофе небольшой маркет вокруг продают всякие вкусняшки с точки настя увидим на выращивать чай можно короче такая штука но даже этот шерен брайли написано что это вырастишь свой чай плантацию только надо работников на плантацию взять вот америка хорошие мы посидели в парке гуляли да а перед этим зашли машину положили ключи обманешь без ключей доступ к лицу ложу здесь не закрыл машину ушел от нас не было часа полтора мы гуляли ходили вернулись машина открытая ключи на месте даже не то ключи не забыл а вот так вот выглядит эти райончики изнутри то было фасадные две улицы такие были на это мы решили покататься посмотреть как ну приятно дал здесь вот такие вот уже как я говорил американские простые домики приятненько красивенько у них гаражи сзади то есть у них въезд получается еще есть у кого сбоку у некоторых сзади улица проездной у них сбоку неплохо такой раньше классный скажем немножечко необычный в америке немножко по-другому все обычно здесь но у всех есть знаете дворик вот просто может вам не видно дворик весь такой маленьким заборчиком огорожен общем земля присутствует у людей ну да земли достаточно и еще рядом был такой район побога пальма смотрите пармету многие люди очень любят пальму высаживать еще рядом был райончик с домами побогаче видно было по карте у каждого дома бассейн большие со всем участке но он закрытый туда проехать не за нам ходить там ворота еще не поснимать там не посмотреть пришли за хлебушком настя жалуется что-то магазин жизни никакой тут можно все продавать за полцены этот магазин называется рубликс от слова рубль наверное но и чтобы экономить заходим только это купить хлебушка здесь очень вкусный хлеб вам класса выходим и здесь постоянно такие штуки вот типа вот просто короче вот просто орехи да тут обычно цена чуть-чуть выше чем волмартах и за но эти орехи очень качественно очень вкусные арахис обычный но тут берешь 2 по цене 1 и не обязательно брать 2 то с 1 будет 2 доллара 25 центов вот такая пачка арахиса это это выгодно нормально то есть дешевле чем волмарт чипсы те же самые и вот так каждый раз сейчас вот мы увидели вот этим мармеладки они короче сделаны из натурального сока вот эти мармеладки получается за 3 до 3 света и даже можно в маленьким давать тут 22 пачки маленьких таких но ник они короче такие офигенные там просто типа желатин и натуральный сок блин ну как не взять даже чем вот этих восемнадцати пакетах за 9 до хлебушка купить пришло капец вот этот вот эта америка вот она везде пытается обмануть как не потолстеть тут знаете мы решили сегодня пожертвовать еду также съездили магазин купили стандартный набор вот такая штука вот люди просто привозят оставлять еду вдруг кому надо оставляет кому надо это мы поехали купили там консерв потому что у людей ситуации бывают разные кому-то нужно срочно экстренно вот пожалуйста они могут брать так серёжа осторожнее с едой не играть короче мы разные купили там равиоли какие-то овощи и отдадим люди покушают возьмут а тут так-то прикольно много все даже конфеты там лежат конфеты шоколадки вода да да мы кстати это печенье там такие знаете трубочки шоколадные и это просто на улице стоит вот два ящика закрыты вот так ну они что не каждый может а там сложная система до замок этот видимо ящик для еды кстати мы и вещи можем принести у нас есть вещи положи туда сделали доброе дело так вот сделал я новый холодильничка помните такой был черный грязный вот эта дверка была и нет два нерабочих у нас было да кто помнит попала здание рабочих один был новый нерабочий другой бушные нерабочий короче оказалось новым не работает двигатель а старом просто не работала пусковой реле вы сейчас на работает слышно чуть потертый мы уже почистили ну все равно не вот эту дверку я поставил снова полностью поменял крышку поменял поддончик поставил стекла поменял и поменял пусковой реле вот там под крышечкой да вот под вот этой вот за крышечкой пусковой реле стоит но поменял просто с того и все пробовал конечно хотел сделать тот новый но не получилось ничего зато этот он полу новый получился у нас мы его отмыли отремонтировали дверка новая в том как помните была потертая сильно зеркатись на вообще работает все отлично холодильник морозилочка работает в морозе все замечательно получается у нас один только не рабочий чем-то занимаешься скажем рекламу делаю бесплатно пока мой большой пишет пишет то знаете клеит клеит никак не лазит у него не повешает шикала дорого стоит вот так вот дешевую рекламу бесплатно давай мы верим в тебя не пациент они же не думали что у тебя такого длинное название вот вижу рекламу бесплатно а